Приветствую вас и, конечно, в вашем тексте довольно много есть непонятного, что хотелось бы как-то прояснить для того, чтобы можно было дать вам какую-то адекватную рекомендацию. Ну, начнем мы сначала с того, что вы живете с мужем и ребенком отдельно, но рядом с родителями. Значит, мама, я так понимаю, это ваша мама. То есть, это не мама вашего мужа, это именно ваша мама. Значит, ну, здесь, во-первых, нужно сказать так. Как получилось, что вы живете со своей мамой на площадке? Я не думаю, что это, знаете, у вас муж так вот близко живет, так вот получилось, что он вот так с вами близко оказался, что вы прям вот по какому-то совпадению чистейшему стали жить вместе с мамой. Ну, я думаю, что это не так. И я очень надеюсь, что вы для себя вот этот вот момент определите. То есть поймете, что нельзя нельзя жить с родителями рядом, нельзя жить с родителями близко, это невозможно, это неправильно. Вот. Значит, это первое. Значит, далее. Вы пишите о том, что пару дней назад мы приходим с ребенком и с матерью в гости. Так, так, все они в настроении начали менять меня в том, что я не поехала на дачу для того, что ты сказал мне, что будет холодно. Ну, здесь сразу вопрос напрашивается к вам опять. Значит, насколько вы со своей мамой вообще в друг другом понимании находитесь? Почему я об этом спрашиваю? На самом деле, это очень странно, очень странно, очень странно то, что ваша мама уже, она уже не в настроении была, когда вы пришли к ней. И это говорит о том, что либо у вас проблемы с ней изначально были, либо у нее у самой некой проблемы, которую вы не увидели. И здесь получается, что вы просто позволили себя спровоцировать. Она вас спровоцировала, а вы позволили себя спровоцировать. Вопрос в том, опять же, для чего, почему вы это допустили. Вот что важно. Почему вы допустили то, что вас спровоцировали? Вот это вот, на мой взгляд, очень важный вопрос, который вам нужно обязательно постараться для себя определить, постараться его выявить. Потому что он, этот вопрос, очень важен. Да? Далее. Далее я вам хочу сказать следующее. Далее. Значит, смотрите, какая получается ситуация. Вы берете ребенка, значит, ну, своего ребенка и тянете его к выходу. Видите, что мама злится, значит, вы берете и тянете его к выходу. Ребенок пишет, как бы не хочет уходить, да? Хочет к бабушке. Вы игнорируете его желания. То есть ребенок хочет к бабушке, вы ему не позволяете оставаться у бабушки. Вместо этого вы тянете его к выходу. Этот момент, он, на мой взгляд, ну, довольно, знаете, этот момент, на мой взгляд, он довольно показательный. Понимаете, вот, если можно, если можно вот так сказать, он показательный в момент, почему, почему, опять же, почему показательный? Потому что, насколько вы не оглядываетесь на желание, знаете, своего ребенка, насколько вы не оглядываетесь на то, чего ребенок ваш хочет. Настолько ваша мама игнорирует то, чего хотите вы, к сожалению. Вот такой не очень, значит, приятный момент. И этот момент, он, действительно, очень неприятен, потому что, ну, мама ваша, она, вообще, вот, никак вас, видимо, не ценит у него, что не считает. Да, получается. И, соответственно, вы копируете ее модель поведения. И ей же отвечаете тем же самым. Тем, чем она нам отвечает. И это, значит, ну, в свою очередь. Это, в свою очередь, не ей хорошо. Опять же. Почему? Потому что, вы, таким образом, ничего не решите. Социально. Ваша мама, она, даже если извинится, даже если это произойдет, Ваша мама, она, все равно, она останется той самой. И ситуация, которая повторила, она произойдет снова и снова. А вы, конечно, можете и имеете полное право, значит, ждать от нее того факта, что она извинится. Вы можете от нее ждать этого? Но вопрос в том, зачем? Значит, зачем и для чего? Вам это нужно. Потому что, ага, если вы надеетесь, что-то ей доказать, если вы надеетесь что-либо ей доказать, то вас ждет разочарование. Вы не доказываете ей ничего, она останется от свое мнение и так далее. То, что вы ее пытаетесь унизить, то есть так же, как она пыталась унизить вас, это, на мой взгляд, ну, совершенно очевидно. Очевидно, что вы пытаетесь ее унизить сейчас. И все выходит из того, ответ на ваш вопрос вытекает из того, значит, насколько вы любите свою маму. Если любите, то проявите мудрость, проявите терпение, проявите выдержку и человечность и будете относиться к ней как к старому, пожилому человеку, который, ну, не очень-то уже соображает и понимает, что он вообще делает. Если же вы намерены добиваться правды своей, что, в принципе, является вашим правом как таковым, то в этом случае я должен сказать, что в случае, если вы намерены добиваться своей правоты, то будьте готовы к дальнейшему конфликту. Но я бы рекомендовал вам подумать о том, почему вы так близко к сердцу восприняли то, что вам изначально сказала ваша мама. Почему вы так близко восприняли то, что она начала к вам придираться? Почему вы начали, как бы, соответствующее чувство испытывать по отношению к ней? Вот что, пожалуй, меня в этой ситуации интересует. И вполне вероятно, что вам требуется помощь в том, чтобы лучше себя понимать. Вполне вероятно, что у вас есть определенные обиды на нее и есть подозрение, что своим ребенком вы обращаетесь несколько похоже, ну, похоже, как и ваша мама вообще обращается с вами. Ну, я не уверен, что она прямо первый раз так себя повела. А если привела на себя так первый раз, то это не столько, как бы, подтверждает исключительность того, что ваша мама сделала, и накладывает на вас своего рода моральную такую ответственность за то, чтобы конфликт разрешить. Ну, просто потому что вы более старшее, более младшее, простите, поколение, и более мудрое поколение, более гибкое поколение. И вот этим, это нужно использовать, этим нужно пользоваться. Если вы этого не делаете, то будьте готовы к тому, что конфликт между вами и вашей мамой, он так будет всегда иметь место быть. То есть, правильное решение зависит от направленности ваших мыслей, от направленности ваших желаний. Я думаю, что если вас задевают, задевает поведение мамы, то с этим нужно поработать, чтобы не задевало. И вот как раз, если вас перестанет задевать поведение, если вы сможете спокойно на это смотреть, я думаю, за несколько, за пару консультаций это можно сделать совсем спокойно. Вот, а если вы перестанете цепляться за мамой, то вы перестанете реагировать на нее именно вот, именно бурно так, то тогда вы сможете для себя понять, как бы вы хотели себя вести. Как бы вы хотели поступать в эту ситуацию, как бы вам казалось лучшим, наиболее лучшим действовать вот в тех обстоятельствах, в которых вы оказались. Я думаю, что только так. А сейчас, вот вы говорите, помогите принять правильное решение, а между чем и чем выбор. Вот вы говорите, принять правильное решение между чем и чем, мириться или нет. Это зависит от того, как вы принимаете свою маму. А если она хотела вас выназлить, если она хотела отдалить от себя вас, у нее это получилось. Вопрос в том, хотите ли вы это, чтобы у нее получилось, то, чего она, к чему она стремилась. А если не хотите, то, соответственно, нужно идти на примирение и просто хотя бы вести себя так, как будто ничего не было, например, или просто спокойно поговорить после двух дней, ну, после попношествия нескольких дней. В остальном поддержу коллегу и скажу, что мама, какой она ни была, она становится мамой. Ее можно только подкорректировать ее поведение, но для этого требуется выдержка, спокойствие. И если использовать экспрессию, то только дозировано и в нужных моментах. А вот то, как вы ведете себя, то, как вы повели себя в этой ситуации, я не говорю, что это неправильно, но это дезинструктивно. Вы просто взяли и отзеркалили как бы свою маму. А это не есть хорошо для вас. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok